Всем привет! Чтобы вырастить хороший и большой урожай помидоров, нужно позаботиться о качественной рассаде. Ведь, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И чтобы ее вырастить, необходимо соблюдать определенные правила и нюансы. Сегодня я расскажу несколько секретов мощной рассады помидоров. Смотрите видео до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мои видео. Но для начала надо подготовить подходящий грунт. Почва с оптимальным составом и характеристиками является необходимым условием успешного выращивания рассады. Помимо этого, существуют весьма популярные мнения, подкрепленные реальным положительным опытом. При приготовлении грунта следует добавить обязательно землю с огородом, на который вы в будущем будете пересаживать рассаду, чтобы эти бактерии тоже находились в почве. Это позволит минимизировать стресс рассаде и улучшить адаптацию при посадке в открытый грунт. Если у вас нет возможности и желания делать субтракт своими руками, то после покупки почвы для рассады, рекомендуется подготовить покупной грунт. Матэ любит нейтральную кислотность. При повышенной кислотности добавьте столовую ложку доломитовой муки на 10 литров грунта. Смешайте покупной субтракт с огородной землей в пропорциях 1 к 1. Обязательно обеззаражьте грунт. Это можно пролить его темным раствором органцовки или фитоспоридом. В выбор емкостей, чтобы сеянцы себя чувствовали комфортно и развивались, необходимо подобрать для них емкость, которая будет служить жилищем для растений на несколько месяцев до пересадки уже в открытый грунт. Сейчас можно выбрать емкость для выращивания домашней рассады, как говорится, на любой вкус и цвет. Мне понравилось пользоваться тарой из пакетов молока. Главным преимуществом такой емкости не тратится на покупку какой-то другой тары. Рассаду в этот грунт мы пересаживаем уже с мощной корневой системой, не нарушая ее. Как выбрать семена? При выборе семян всегда помните, что качество посевного материала во многом зависит от успеха всего дела. Здоровье сеянцев до вкусного вырожая. Покупать семена рекомендуется у проверных производителей, которые продают качественный товар. Нужно при покупке семян обращать внимание не только на рекомендации производителей, но и смотрите на срок годности изготовления. Рекомендуется выбирать посевной материал, который произведен не менее двух лет назад. Если будете выращивать свои семена, то покупайте не гибридные, с буквы F. Которые понравились вам помидоры, в дальнейшем оставьте семена, если будете выращивать из своих. Из самых первых помидор для проращивания. Как раз и оставляем. Мы так вот и делаем. Подготовка семян к посадке. Независимо купили ли вы или выращивали сами, нужно произвести подготовку семян на рассаду. Рекомендуется произвести обеззараживание для устранения от болезнетворных возбудителей, которые могут испортить сеяницы во время выращивания. Чтобы обеззаразить семена, следует действовать так. Поместить посевной материал в тканевые мешочки, ну или в марлю, наверное, в полотенце бумажное обычно укладываю на блюдечко. Высыпаю семена, накрываю их и настаиваю в растворе марганцовки около получаса. После истечения от времени нужно достать семена и хорошо промыть проточной водой, высушить их. Проращивание производить после обезжиривания. Проращивание производить после обеззараживания. Непосредственно перед посевом. Данная манипуляция способствует ускорению появлений сеянцев. Проращивание семян томатов производится таким образом. Необходимо обильно увлажнить марлю, тряпку или салфетку. Расположить на блюдце. Положить семена на один край марли или полотенца. А другим краем свободным прикрыть семена. Окотать как и деяльцам блюдца. Накрыть пленкой или полиэтиленовым пакетом. И поставьте в теплое место около 25 градусов. Следите в дальнейшем, чтобы салфетка была влажной. Регулярно увлажняйте. Нельзя допускать пересыхания. Примерно через 3-5 дней начнется прорастание семян. К этому моменту уже их можно сеять. А те семена, что не проросли, не рекомендуется сажать. Так как, скорее всего, сеянцы вырастут хилыми. И будут подвержены болезням и вредителям. Дальнейшие мои рекомендации. В зависимости от того, какой будете осуществлять посадку в общий контейнер или в отдельные емкости, будет изменяться и схема посева. В общем, если вы собираетесь сеять семена томатов на рассаду в домашних условиях, в пластиковые ящики, деревянные, то нужно расположить на дно ящиков небольшой дренажный слой. Дренаж можно использовать и керамзит, камешки мелкие. Насыпьте в контейнер подготовленную заранее почву уже. Произвести обильный полив, дать воде впитаться, ну и затем уже разделить поверхность грунта на грядки. Сокращать дистанцию между сеянцами не рекомендуется, так как загущение чревато вытягиванием, плохим проветриванием и высоким риском развития болезней. Присыпать небольшим слоем земли в один сантиметр. Как раз сравняете канавку эту. Затем слегка опрыснуть грунт пульверизатором. Не поливать струей сильной, чтобы не размыть почву. Накрыть пленкой или стеклом, как вам удобнее. И перенести ящик в теплое солнечное место. Первым делом нужно сделать дренажные отверстия в таре. Я это делаю сбоку коробок, чтобы лишняя влага выходила. Вода не должна внизу горшочка держаться, чтобы корешки не гнили. Как ухаживать за рассадой? После посадки рассада помидоров нуждается в качественном и полноценном уходе. Соблюдение необходимых условий и выполнение элементов ухода. Это можно сделать выращиванием рассады в домашних условиях успешным как раз. В будущем и позволит вам получить вкусный урожай сочных томатов. Чтобы правильно ухаживать за молодой рассадой помидоров, необходимо осуществлять регулярный полив. Следить за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной. Обеспечить нормальный температурный режим и освещение. А когда наступит подходящий момент, произвести уже пикировку. Обязательно проветривать мини-теплички надо. Для этого надо снимать крышку или пленку на 20-30 минут утром или вечером. Рекомендуется делать это каждый день. Излишки влаги с поверхности пленки или крышки надо удалять. Когда появятся всходы, нужно снять пленку. Не дожидайте, чтобы они вытягивались. Ваша рассада. Поливать до появления всходов нужно осторожно. Я поливаю из бутылки с трубочкой. Здесь вот я как раз показываю вам. Она не дает большого напора. Поливает осторожненько. Грунт должен быть всегда умеренно влажным. Температурный режим после посадки семян должен быть оптимальным. 25 градусов. После всходов нужно понизить температуру, сделать закалку. И спустя неделю повысить ее опять до 20 градусов. Днем и 16-18 ночи. Синьцы должны освещаться 12-15 часов в сутки. Поэтому, если солнца не хватает, используйте лампы для дополнительной досветки. Когда высаживать в открытый грунт? При выращивании от рассады дома всегда актуальный вопрос. Когда же высаживать? От года не приходится. Все по-разному. Рассада помидоров в открытый грунт следует в тот момент, когда точно пройдет вероятность возвращения из заморозков. Поэтому перед высадкой почва должна хорошо прогреться. Рассады. Как правило, такие условия наступают в южных регионах в начале мая, а более северных в конце мая, в середине июня. Также следует ориентироваться и на внешний вид растений. Растения должны иметь высоту около 25-35 см и иметь 6-7 настоящих листочек. Не менее важно и погодные условия. При солнечной погоде лучше провести мероприятие посадки в вечернее время, а при пасмурной погоде в утренней. Делать пересадку. Перед посадкой в открытый грунт необходимо в обязательном порядке произвести закаливание рассады. Днем это стараться вынести или на балкон, либо на улицу, без сквозняков, чтобы сквозняков не было там. Ночью заносить обратно домой. То есть здесь следует отметить, что выращивание сильной и хорошей рассады требуется качественное выполнение всех этапов. От выбора до подготовки семян до пакировки. На первый взгляд мероприятие может показаться слишком сложным, но чтобы успешно вырастить помидоры и семян в домашних условиях, достаточно лишь правильно выполнять все мероприятия. В этом видео хочу показать и объяснить такой простой прием, как подсыпание почвы к стеблям молодой рассады. Способ этот не новый, но не все дачники им пользуются. В полной мере зря. Дело в том, что при росте рассады мы можем помочь растениям еще в рассадном состоянии увеличить корневую систему. В два, а то и в три раза. Ключевую выгоду выдает растение мощную корневую систему. Долго объяснять не буду, так как ясно, чем больше и мощнее корневая система у рассады, тем эти растения при высадке в открытый грунт или в теплицу не очень долго болеют и приживаются. Принимаются расти на новом месте жительства буквально в течение двух-трех дней после высадки. Ну, смотрите, что я делаю. Первым делом на одноразовых стаканчиках из-под молока вот я беру, я насыпаю почву на треть высоты стаканчика или ячейки ящика. Немного поливаю. Надо, чтобы почва немного осела. Она должна уплотниться, не рыхлой быть. И кладу проросшие семена. Сверху почвы присыпать на 4-5 миллиметров, чтобы покрыл ее. Этим мы с вами добиваемся того, что начали расти боковые корни. Можно положить пикированную рассаду стоя. Вложить ее под углом 45 градусов и по мере роста по часовой стрелке пригибаем к почве, присыпаем землей. Тем самым создаем больше условий для образования корней. По мере роста рассады помидор добавляем земли и тем самым тормозим рост растений. Но зато рассада помидор начинает активно наращивать корневую систему. Что я делаю? Я аккуратно подсыпаю в стаканчик слой почвы, так чтобы она доходила максимально близко до семидольных листьев. Затем опять поливаю, чтобы почва осела, уплотнилась вокруг стеблей растений. И через некоторое время, когда стебли снова подрастут, опять укладываем ее и насыпаем новый слой почвы в стаканчики. В стаканчики или ячейки, ящики. И снова смачиваем водой. Так вот, постепенно вот так вот до верху стакан уже. Такую процедуру проводят до тех пор, пока вот уровень почвы в нашем стаканчике не дойдет до верхней кромки. Увеличить корень помидоров, чтобы они больше урожая давали. То есть мы сначала хотим корневую систему здесь улучшить. Для того, чтобы ее улучшить, нам надо увеличить корень. Для начала, вот когда берем помидору, пикировку мы сделали, когда сажаю ее вниз горшочка, сажаю ее вот так вот по часовой стрелке вот так его загибаем. Что мы сейчас сначала должны сделать? Помидоры, которые вот уже подросли. Мы отрезаем вот эти все ненужные. Отрезаем их. Это не выбрасываем. Уже все вложим сюда. Убираем вот эти росточки. И даем ему 20-30 минут, чтобы они подсохли вот эти рамки. Вот уже не убираем. Пока вот мы пройдем каждую рассаду вот так вот и подрежем, то у нас к первому подойдем как раз, когда будем пересаживать, он уже будет готов. На стаканчике, значит, это тоже берем. Видите, листочки никуда не выбрасываем. Все туда же изрезаем. Здесь тоже много рамки. Двадцать минут ждем, чтобы оно подсохло. Так же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь у нас все мы наполняем ДимаTorzok 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 стоит мощнейший помидорное дерево такое да которые дает офигенный урожай но очень много места занимает поэтому перешел вот так вот стаканчик мы наращиваем здесь вот этот верхний слой поэтому корневая система здесь очень мощно тоже останется самое главное забываем вертик внизу делать так потом вернешь меня полегает конечно то есть он получается такой вот с мощным корневой системы еще раз напоминаю что в стаканчиках внизу делать отверстие чтобы вода стрекала на мой взгляд выращивание рассада с мощной вот корневой системы подземным штампом должно взять на вооружение все дачники без исключения потому что работы мало выгода много так что с этого года берите вот эту мою дачную фишку чтобы берите себя на вооружение используем все в дальнейшем вот так вот просто каждый дачник можете вырастить доброту и мощную рассаду на себя и своих родных подписывайтесь не забывайте ставьте лайк кому понравилось всем пока пока ВСЕЛЬНАЯ СИРЕНА ВСЕЛЬНАЯ СИРЕНА Субтитры подогнал «Симон»